Итак, доброе утро еще раз, дорогие друзья, это телерадиоканал Страна.ФМ И у нас Олег Майами, который что там уже нам показывает? Спиннер Майами. А, какой модный. Олег Майами не остается в стороне от модных тенденций. Да. Ты посмотри, какой спиннер, это мне подарил мой друг Арман. Арман, привет, братка. Ты, наверное, спишь сейчас, ты устал вчера. А ты знаешь, Олег, вот сразу же первый тебе вопрос, раз ты спиннер достал, что сейчас самый новомодный тренд сделать спиннер самому? Умеешь? Есть такая шарикоподшипниковская улица, там... Много шарикоподшипников, да, там завод целый. Ты сутишь, ты? Нет, я не сучу. Там делают эти спиннеры? Нет, эти спиннеры делают, естественно, не у нас. Эти спиннеры делают вообще где-то там, это везде Египта. Вот, вот. А есть спиннер российский, собранный с цепи от велосипеда, подшипника и болта с гайкой. Так, я выпала из вашей беседы. Ладно, давайте как бы мы о деле поговорим. Сегодня Олег пришел к нам не просто так. Он пришел к нам презентовать очень зрелую взрослую работу. Это клип на песню «Ты ветер, я вода». Естественно, пример у нас будет в конце, мы будем интригу затягивать, рассказывать. Но сам вначале уже скажи, ты как сам к этой работе относишься? Ты чувствуешь, что это некий новый этап? Конечно. Это новый этап и очень личный этап. Ну вот, в том плане, что работа очень мне близкая, личная и такая была непростая. Непростая с точки зрения съемок клипа или вот именно сама песня прошла вот через себя эмоционально? Сама песня эмоционально очень... Ну в общем, я ее как и... Ты бы стеснялся, потому что личная. Нет, нет, просто, ребята, доброе утро. Я не проснулся еще. В общем, эта работа вот прям моя. А вот такой вопрос, чтобы наши слушатели и зрители понимали, что артисты все-таки, они действительно работают и в носу не ковыряются, и вот это все у них просто так не получается. Ну, может, и ковыряются, о чем все люди... Насколько долго заняла работа вот песня, запись песни совместно со съемками клипа? Вот какой это процесс вообще? Расскажи. Ну такое, окошко было, я думаю, где-то месяц, месяца два, наверное, между песней и клипом. Ага. Вот. А съемки? Съемки заняли всего два дня. Два дня? Да, ну у нас было там досъем, но это было... Слушайте, интересно, да, что... Всего два дня, потому что съемки грандиозные. Там... Да, получился мини-фильм такой. Спецэффекты, боевик, ну... А потом все вот это, склейка, монтаж, р-р-р-р-р-р-р-р, все дела. Это сколько еще? Недолго. Очень-очень классная работа. Ой, группа у нас съемочная. Ребята, режиссеры очень профессиональные, поэтому все быстро сделали, монтаж... Вот так вот работает команда по другому. Очень круто. Максим Падеев, она все быстро, четко, и все всегда бедный. Все, что связано с этой песней, для меня просто... На высочайшем уровне. И спасибо огромное каждому человеку, который приложил руку к клипу, к песне Оли Серябкина, Макс Фадеев. Да, я люблю вас, ребята. Так, поговорим обязательно подробнее еще об этих людях. Ну а прямо сейчас предлагаю прерваться на Полину Гагарину. Драмы больше нет. Да, прервемся на Гагарину, а потом вернемся обязательно к клипу Майами. Да, давайте вернемся, потому что надо вернуться обедом. И вопросы задавайте vk.com. Слэш страна.фм. Утро страны. На телерадиоканале Страна.фм. Телерадиоканал Страна.фм продолжает свое вещание. Прекрасное утро. И сейчас в этом часе оно стало еще более прекрасным, потому что к нам в студию пришел замечательнейший гость. Великолепный, талантливый, молодой артист Олег Майами. Спасибо. Но при этом уже очень опытный и поражающий своей энергией. Нет, Олег Майами, конечно, молодец. Я вчера читала его биографию. Я знаю, что уже с 11 лет он зарабатывал деньги творчеством, потому что мало того, что он талантливый, у него еще есть такая некая жилка, он знает, как себя подать, да? Да, но я с 11 лет еще не зарабатывал. Ну, значит, вот видишь, как твои биографы, они нагло врут в интернете. Нет, я зарабатывал с 17, честно. Молодец. Так, мы начали в прошлом выходе такую интересную тему по поводу благодарности продюсера. Ну-ка, расскажи, строг ли он с тобой? Как он тебя направляет? Как он, так сказать, твою кипучую энергию в нужное русло? Вы знаете, мы с Максом уже 5 лет, и я уже ничему не удивляюсь, я уже ничего не пугаюсь, мы уже привыкли друг к другу. Он где-то меня может, естественно, где-то там отругать. Я могу где-то что-то сделать, накосячить. Но мы уже знаем, как вести друг с другом себя. Строгий Макс. Макс. Вот так вот, если так, из жизни. Никто же не знает, каков Максим Фадеев в жизни? Я бы сказал так, Макс, наверное, идеальный продюсер. Абсолютно идеальный. Это можно судить по его предыдущим артистам, которых он вырастил. По нынешним, которые у него есть. У него огромное количество артистов. Он сейчас набрал там кучу проектов, и никто не может знать, какой из них выстрелит, удачно ли это будет все. Но он верит. Он делает. И я уверен, что скоро эти проекты прогремят. Ну, я понимаю, что ты всегда к нему прислушиваешься. А бывают ли какие-то разногласия? Вот, допустим, ты хочешь петь в этом стиле, ты хочешь так выглядеть, а он тебе говорит, ну, не, Олег, нужно вот так, я вот так вижу. Бывает такое, что я слушаю, например, какую-то демку, и чувствую, что, блин, как-то вот не мое. То есть такое бывает. Но то, что я спорю и там говорю ему, учу, что писать, что не писать, я, конечно, пока это не делаю, я абсолютно ему доверяю. И вроде у нас все пока складывается. Мы уже нащупываем... То самое идеальное сочетание. Когда с продюсером нащупываешь точку G, мне кажется, это вообще счастье. Да, да, да. Слушай, ну вот я думаю, что в следующем выходе мы полностью посвятим все время тому, насколько ты плодовитый артист, потому что у тебя в год выходит не менее двух клипов, правильно же? То есть получается, ты все время... Мы делаем в сезон работу, но клип... Да такой есть план какой-то. Какой-то план, да. То нужно выпустить столько-то клипов, столько-то песен. Ну, конечно. Нет, ну почему у нас лето клип, да, зима клип, осень? Ну как, в принципе, и должно быть у артистов. Сезон. Клип в сезон. Не, ну почему некоторые хит раз в два года выпускают, и ничего. Ну что, друзья, давайте послушаем «Мумитролль», старенькая песня «Малыш», но не менее прекрасная от этого. И скоро вернемся вместе с вами, коллега Майами. Ну, хоть поцелуи нельзя передать через радиоприемники и телеприемники, но, девчонки, у нас такой артист здесь. Я целую всех девчонок сейчас. У всех девчонок микроинфаркты, как Валерия поет, сейчас случились, потому что в студии телерадиоканала «Страна.ФМ» великолепный Олег Майами. Привет, привет. Я целую сейчас всех девчонок, которые нас слушают. Девчонки, я хочу, чтобы вы знали, я вас люблю. Я целую вас. А ты до чего ухаешь? Я целую вас туда, куда бы вы захотели. О, вот это сенсация! В эфире телерадиоканал «Страна.ФМ» с утра пораньше причем. Так, Олег, ты тут обмолвился, что такая львиная доля твоего внимания направлена на интернет. Даже сейчас ты и в сториз записал, и в какой-то блог что-то выложил. Ты живешь в интернете? Нет, сейчас я ничего не записывал, но, конечно, это моя жизнь сейчас. Ну, часть моей жизни. Мои ребята, которые меня слушают, наблюдают за мной, имеют возможность смотреть, чем я занимаюсь. То есть ты постоянно с ними на связи, общаешься? Ну, конечно, это нужно делать, обязательно. Я, мне там Амиран там с Текилой говорят часто, «Хватит, дай им соскучиться, они от тебя устают, хватит свои истории записывать, как ты в машине едешь, там, что-то поешь». Я говорю, слушайте, ребята, идите, а, своим девушкам, каблучарам. А вот скажи, насколько ты близок к фанатам? Вот твои фанатки, условно, они где-то с тобой, там, не знаю, в кафеху прийти, там, пообщаться с тобой, выпить чашку кофе с Олегом в Майами. Ты знаешь, у меня, на самом деле, есть фан-клуб в Москве, я никак с ним не встречусь, но они всегда на моих концертах, на всех. Я их люблю, и привет передаю фан-клубу. Ребят, девчата, мы скоро увидимся. Пожалуйста, давайте доживем до этого дня вместе. Так, а девчата, какие-то флэш-мобы устраивают интересные? Может быть, я не знаю, чепчики бросают тебе на сцену, нет? Чепчики — это прошлый век, сейчас другие вещи на сцену бросают. На моем сольном концерте в Москве девушка сняла «Лифчик». И как ты? Потерял тогда речи или не растерялся и продолжил петь? Она сама чуть не потеряла дар речи, потому что она так неуверенно ее сделала. Супер-рокстар. Я вот был на концерте американской группы, которая продолжает проповедовать глэм-рок. И вот они прям выходят на сцену и говорят со сцены «Show me a tits!» И все девчонки «Ву-у-у!» У тебя такого не бывает? Слушай, нет, я так не пробовал. Надо попробовать. Я попробовал. Мне кажется, это очень здорово. У меня просто девочки такие есть, невзрослые, бывают на концертах. Тут вот спрашивают про твою деятельность блогера. То есть ты прям ведешь еще и блог, насколько я знаю. Я не веду блог. У меня есть Олег Майами артист, есть Олег Майами... Блогер. Интернет-герой. Не угадал ни одного слова. Так скажем. Это мой мир. Я в интернете, я живу там, мне нравится, мне безумно комфортно. Я хочу там жить. Я хочу придумывать дальше что-то новое, радовать людей. Миллионы людей смотрят нас. Берут с нас пример, радуются, улыбаются. Это самое большое удовольствие для меня. Потому что я выбрал путь артиста, человек, за которым наблюдает вся страна, скажем так. Так, я думаю, что мы все-таки еще будем развивать эту тему блога. Давай послушаем Сергея Трофимова «Город в пробках». Актуальная песня. Спасибо большое. Все мои любимые песни. И вернемся скоро. Сережа, давай, Сереженька, слышишь? Сейчас он даст, все нормально. Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжается наибодрейшее утро на телерадиоканале «Страна.ФМ». Олег Майами, в котором вот открылся, оказывается, дар пародиста. Ну, мне кажется, это мы просто открыли. Это очень правильно вы подмечили. Так, 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 это кто он здесь? Это Артур Пирожков. Артур Пирожков. Ну, это с ним все понятно. Ты давай лучше о себе расскажи. Когда у тебя самый ближайший большой концерт, на котором ты покажешь, что нахуй ты способен? Концерт, ну, концертов много разных, там, не, не могу сказать, что у меня сейчас там прям тучи, тучи концертов, но каждый концерт, который у меня проходит, он проходит нереально круто. Я не сомневаюсь. Последний был в Саратове, было 20 тысяч человек. Это не то, что вы там пришли, там, ну, это мой сольный концерт, это была солянка такая, там было 4 артиста, но меня там так ждали, и вот мне, конечно, вот такие площадки нравятся. А ты в толпу не прыгаешь, девчонки? Нет, не прыгаю. Стейдж-дайвинг. Не прыгаю, потому что я хочу же еще дальше петь. А то мало ли действительно разойдутся люди. А что, нет, они не разойдутся, они его унесут сразу, хлопок выходит. У меня, ну, у меня, то есть с периодичностью проходят большущие концерты, важные, был в Питере, был в Москве. Вот расскажи о том самом важном. Я хочу уже сказать о концерте, который у меня будет 29 сентября. Это пройдет в Екатеринбурге. В твоем родном городе. В моем родном городе, в телеклубе. Я ждал этого концерта, я ждал встречи со своими земляками. Я знаю, что там очень много у меня фанатов, очень много подписчиков, очень много друзей. Мама будет на концерте. Это будет такой домашний крутой концерт. Которому я уже начал готовиться. Вроде как квартирник, но и не квартирник. Да, это как бы будет квартирник. Там, по-моему, тысячи три площадка. Я хочу, чтобы все просто собрались. Мне кажется, я выразриваюсь на сцене. Вот прямо сейчас, посредством нашего телерадиоканала, можно сказать, Екатеринбург. Ты слышишь? 29? 29 сентября. 29 сентября. Твой земляк, Олег Майами, приедет в этот вот город родной. Так что давайте-давайте. Екатеринбург уже сейчас начинает готовиться. Мне кажется, что все преданные фанаты, они сейчас соберутся, купят билетские и поедут. Сурала, да. Потому что это уникальный концерт. У меня часто, кстати, на концертах. И клянусь, я не такой суперстар еще. Но у меня реально на концерты приезжают люди из других городов и прилетают. И на поездах приезжают. И стоят с плакатиками. Мы здесь, Москва. Это так грузо, это так, блин, душевно. Есть два вопроса про концерт тоже еще. Лиля Цветкова спрашивает. Олег, во сколько концерт в Твери? Во сколько? Да, во сколько? Я не знаю. Ну ничего, Лиль, смотрите. В 4 часа показываю. И такой вопрос от Снежаны. На Альфа Фьючер Пипл приедешь? Ну, нет. Но предлагали. Нет времени. Ну, нет. Слушай, по поводу вот как раз твоего загруженного графика. Я думаю, тоже нужно посвятить этому отдельный выход. Но сначала дадим спеть кому-нибудь. Давай брать им грим дадим спеть, а потом вернемся на коллегам бумаги. Ресницы? Нет, кустурица. Ой, круто. Так, все сбывается абсолютно. Олег Майами в нашей студии. Мы как загадывали, да? Мы ждали практически. Доброе утро, страна. Мои родные ребята, девчата. Я вас люблю. О, молодец какой. Слушай, график у тебя настолько плотный. Ты вообще спать-то успеваешь? Честно скажу, в последнее время не удается вообще спать. Не высыпаюсь, кошмарно. Как-то вообще просыпаюсь каждое утро. Меня прям колбасит почему-то от мороза, какого-то недосыпа. Ну это еще климат такой у нас поменялся не вовремя. Вот. И, конечно, так. Но, блин, это же классно, когда у тебя есть работа. Конечно. Когда у тебя все растет, все получается. Ради этого же все. Поэтому нет, нет. Я не устану. Я буду идти до конца. Слушай, по поводу работы. Есть такой у тебя проект, называется он. Дневник. Дневник. Как он там? Сколько у вас аудитории? Моего друга Макасина. Ну и скажи... Есть Ассасин, есть Макасина. Что там за последний выпуск, ты говоришь, получился очень феноменальный. А, да. Ну очень душевный выпуск. То есть у нас постоянно меняется... Точнее, мы чувствуем, когда нам нужно что-то изменить на канале, да. Тут мы решили сейчас сменить формат. Просто вот этот выпуск сделали абсолютно другого формата. Он такой был... Получился достаточно личный. Амирана. Такая была один на один. Разговор один на один с собой. Отвечал на вопрос. Прикольно получилось, очень душевно. И вот. Хотите дальше делать в том же ключе, да? Хотим просто делать дальше. Что пока вот не знаем. Но... По поводу душевных историй. Удачи. Удачи. У нас прям по курсу, да, премьера нового трека. И вот, собственно, Максим Черкасов спрашивает, когда новый трек? Да вот он, Максим Черкасов. Вот он, прям уже здесь. Олег, давай расскажи. Что за личная история лежит в основном? Что за личная история? Все, все, все. Что там? Что там? Сними, да. Можно! У нас непосредственно все происходит. Ты давай рассказывай, а мы тебя будем снимать параллельно. Так. В общем, что? Премьера клипа, да. У нас премьера клипа. Вышел клип. Ветер, я вода. Замечательная работа, душевная. Приятно смотреть. Получился мини-фильм. А в основе личная история какая лежит? Моя личная история, моя реальная история по поводу моих страхов. Я никогда не кричу и не делюсь ни с кем по поводу того, что я чего-то боюсь там вообще. Но у меня два года назад были там определенные сложности, да? Когда я еще находился в процессе всего своей работы, творчества. Я познакомился с девушкой, с которой я пробыл два года. И во время этих отношений я очень много переосмыслил. Я вырос, я перестал чего-то бояться. Потому что она для меня была живым примером, как нужно бороться, двигаться, расти. И как эти отношения? Мы уже не вместе, да? И там кто это, я не могу сказать. Но ты благодарен. Я ее, да я люблю ее, она замечательный человек. Ну, в общем, все эти переживания вылились в эту песню. В этой песне, в этой истории. Давайте посмотрим, послушаем, и потом вернемся еще к обсуждению. Эх, Олег Майем, даже здесь вот пытался записать какой-то правильный видеоролик в блог. А что мы сделали? Мы комментировали и испортили. Ну, ничего. Если вы увидите испорченный ролик в его блоге, то это мы и мы. Я хочу, чтобы вы знали, я не держу на вас зла. Спасибо большое, спасибо тебе большое. А то мы боялись, да, что ты наплюнешь нас. Потрясающий клип, удивительный, изумительный. И ты мне скажи, вот по поводу страхов. Я понимаю, что речь шла о чем-то более глубоком, но ты вот высоты не боишься? Ты экстремальщик? Я экстремальщик. На сегодняшний день я умею ездить на мотоцикле, я прыгаю с парашютом, я вчера погружался с дайвингом. Я реально понимаю, сколько всего. Я хочу еще, еще, еще. И я скажу больше, я доведу каждый из этих дел до профессионального стажа уровня. Ну, главное, чтобы хватило на все время. Подожди, ну вот в клипе у тебя ведь ставится такой вопрос, что небезопасно это все? Что? Ну, вот увлечение такими экстремальными видами спорта. Это небезопасно. У меня у самого есть друг близкий, он боится. Так что надо бороться. Надо бороться. Нужно, конечно, нужно понимать, что на сегодняшний день такая... Такие системы везде, такая техника. Так безопасно. Уровень безопасности просто нереальный. Вот такой вопрос, переключая тему. Согласишься ли представлять нашу страну на Евровидении, если предложат? Конечно, чего нет? Это ответственно. Я бы не очень хотел. Почему? Потому что на этом все заканчивается. На Евровидении? Ну, блин, я не знаю. Это не моя история. Не моя история. Все, ответ на вопрос, собственно, получше. Я знаю все подводные камни, я знаю, как это все там построено. И когда туда едет парень, это маловероятно, что он вернется оттуда над таким же парнем нормальным. Понимаете, я не готов рисковать. Я не готов рисковать тылом своим, понимаете? Окей. Анастасия Роенкова спрашивает. Привет, Олешка, когда альбом? Привет, солнышко. Мы готовим. Настюша. Настюшенька, ягодка моя. Он обязательно будет. Чуть попозже. Но на самом деле, вот Олег, он любит всех девчонок, но вне эфира он нам сказал, что некая история, период в его жизни завершился, а сейчас он любит другую девушку. И готов признаться ей в любви в прямом эфире телерадио-канал Стану. Я готов сказать, Олечка, Олечка моя любимая, Серебкина, ты знаешь, что я тебя люблю. Спасибо. Хорошего тебе дня. Целую. Вот так вот. На этой романтической ноте подходит к концу наш эфир. Жду дома. Жду дома. Так, Олег, спасибо тебе огромное, что ты пришел. Ты такой прикольный, ты такой яркий. Мне кажется, тебе нужно еще больше во всех своих сферах реализовывать, потому что пародия – это тоже твой жанр. Да, спасибо. Мне кажется, что в следующий раз, Олег, ну, естественно, мы тебя ждем с премьерами, с новыми песнями и клипами здесь всегда ждем. Но и хотим, конечно же, видеть тебя, чтобы Олег к нам пришел как супермотоциклист или покоритель высот. Я обязательно сделаю это. Добьюсь этих высот. Мы верим в тебя. Спасибо. Прощаемся. Пока. Спасибо, Олег. Счастливо, ребята. До свидания, ребята. Хорошего дня. Счастливо.